ребята привет я во владивостоке гружусь короче я еще так ни разу не лежал короче задача в чем я вот так заехал на базе у них негде развернуться и задом заезжаю и мне надо сразу заламываться это пипец загрузка такая короче ладно сейчас покажу вам вот надо вот туда попасть ворота помешай слева мешает стенка мне бы ее не задеть твою мать ваш пипец так ладно ребята так ну все встал тут короче сразу надо вот так все нам было чуть сюда конечно но он говорит нормально пойдет все встал конечно присутствовал бы на загрузке попросил потяжелее меня на ведущую ось загрузить а то сейчас пол страны проезжать снегопады гололеды загрузит еще хреново ну блин допустим все на жопу не сюда вот туда намучаюсь больше и короче чего у меня проблема то с этими аккумуляторами я в хабаровске короче видите у меня вот этот трос вот этот он был налево смещен вот на эту полукруглую и перетерся я его короче сейчас ослабил передвину вот на эту там ровная площадка не заметил я все ждем короче 60 двоей 24 тонны я немножко там я легкий поеду в обратную сторону выйдем очень тесно так плавненько плавненько поворачиваем плавненько там эти газовые баллончики там так сейчас надо записать все встать-то негде тут все перегорожу так 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 да блин так отсюда как выезжать хабаровск хабаровск короче мне надо в хабаровске магазин кровь из носа в этот попасть метизы чё там ну короче болты где много болтов автомагазины это все да а здесь выезда или там выезд все поехали на секунду встать записать сейчас я же заезжал в один заезд я смотрю на выезде прямо вот первый последний раз выпускай тяжело выпустите грубленным не крутится сейчас груженым я говорю визит уже что выпусти первую последний раз ой блин а чё ему тяжело кнопочку нажать чтоб шлагбаум открыть и выпустить человека я говорю я здесь первый и надеюсь последний раз вот ну ладно охранники это отдельная история я их столько перевидал они наверное от скуки сидят когда вот я не знаю я говорю водилам надо мозг поделать вот реально сколько я их встречал охранники это блин ну водила меня поймут насчет охранников это просто это иногда таких встречаешь да вот прямо оторви и выкинет по другому я бы не назвал бы ай куда бы чуть не уродил так тут у нас корейский поворот блин я-то думал обратно поеду легкий но не вышло опять груженный по самые по самые помидоры причем по моему у меня ай говорил на ведущую побольше то ли они ошиблись с весом палета либо у меня еще они в рабочей режиме стал у меня короче вообще чуть ли не 8 тонн компьютер показывает на ведущую ось она говорила короче под по тонне по 900 килограмм короче я примерно прикинул нокий там три свечки по два потом свечка так три свечки два свечка и еще два по так или две свечки сейчас надо выехать встать на ровную площадку смотреть сейчас в любом случае я ничего не сделаю хотя бы для себя знать сколько у меня давит на ведущую подъем пошли смотрите во владике вообще снега нету вообще ну зато у меня хоть этот отошла вода я хоть стекло помыл эту всю дорогу ехал то с грязным сейчас надеюсь а ну в хабаровске заедем на мойку помоемся в хабаровске помоемся я уже там несколько раз мылся в принципе без разницы главное отмыть как уж там помоют без разницы главное чтобы он более-менее чистый был так ладно позже включимся тогда в общем выбираемся с владика едем за уссурийском на заправку заправляемся там топливо мне открыли и сегодня перед хабаровском ночуем чтобы завтра днем нам быть в хабаровске в этом магазине купить эти несчастные болты завтра расцепляюсь завтра расцепляюсь и соответственно будем делать коробку эту аккумуляторную и ставить болты в общем завтра у нас не знаю сколько по времени но надеюсь побыстрее все сделаем потом едем к коляну это уже в еврейке там этот как его душ обязательно помыться хочу и все и дальше двигаем надеюсь болты будут потому что трост у меня перетерся надо сейчас аккуратнее ехать а тут между владиком и хамарой прям места есть вообще просто дорога убитая какие тяжелые подъемы честно говоря сопки сопки здесь владик сопки сопки написано было амурский залив смотрите он замерзший без нее лед но я вот сейчас ехал смотрел там машины ой машины господи корабли то на рейде стоят то есть море то не замерзшие океан как правильно назвать а вот здесь вот замерзло я смотрю там машина уже на льду даже стоят то есть на льда нормальная рыбаки наверное вон там вдалеке рыбаки много их там не видно наверное так ну все покидаем владивосток доброго нам пути вам приятного просмотра едем мы в екатеринбург вернее среднеуральск по моему ни разу там не был вот путь не близкий я даже еще не знаю вообще какая протяженность ну сколько там от екатеринбурга до москвы то ну условно там я не помню 2000 добрый вечер дамы и господа 400 километров осталось до Хабаровска топаем сейчас наверное уже скоро вставать буду потому что дыхать надо вот и все пораньше встанем поедем доедем до Хабаровска уже день будет как раз и купим все что нужно будем искать потом стоянку где расцепиться поставить болты может быть там же и смогу сделать в общем завтра уже все это посмотрим вот так добрый добрый путь посмотрел на ведущую ось мало загрузили мне девять с половиной тонн с учетом полных баков это мало это мало это мало и если я в снегопад попаду то я намаюсь надеюсь перевала все пройду нормально там дальше уже полегче будет вот это все а там дальше уже полегче будет вот ладно поехали добрый путь вот ешкин матрешкин записывал записывал а она не записывалась что-то ключит иногда у меня камера останавливался короче кофейку взял вот у них вагончики есть такие купил кофе причем кофе не с кофе машина а такая знаете дорогие такая нормальная там что-то они как-то так заворачивают потом ее получше гораздо более сейчас вот еду машинки которые вот попадаются ну так вот в потоке во владике на баре мне вот нравится subaru levorg по-моему да она так называется levorg это получается у нас еще универсал пока ничего симпатично смотрится и вот сейчас главное пронесся этот мне крауна нравится черный и он где-то в районе 200 шел я вот успел заметить краун а с этой стороны у него надпись была на багажнике этот rs по-моему краун рс я чуть такого не видел но он четко 4 трубы прям летел вообще так но я смотрю что-то в зеркале что-то быстро приближается вообще классный аппарат конечно вот крауна четкие белый вот черный черный вот сейчас проехал красивые краун краун атлет я помню был краун маджестик маджестик по-моему такой более такой классический что ли поскольку я вот помню атлет более такой разбитый там такие обвесы такие ну так красиво смотрится а вот этот рс так вообще могу ошибаться конечно по моему рс был у него я такого не встречал первый раз увидел рс надо будет в интернете посмотреть есть ли вообще такие рс чёткий чёткий то что я успел заметить но по весу так красиво вообще стильно смотрится машина на краун рс ладно приближаемся к хабаре 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 сколько осталось показывать 22 километра у нас указатель короче посмотрел это улица карла максом который мне назвали по моему 125 что ли там магазин есть что-то крепи овощ на вот это все время есть церковь большая церковь елизаветы федоровны дальневосточный палом дальневосточный паломнический центр короче сколько раз приезжал даже не обращал внимание так почти доехали до той точки куда я хотел в этот попасть до автомагазина сейчас надо его не пролететь он с левой стороны будет тут что-то в хабаровске вообще дорогу не чистят а почина вообще не чищена и тут надо глаз да глаз потому что вот такой скос наедешь колесом отец тащат и рядом машина идущую вот видите как здесь вот я поэтому даже сейчас и не как бы сказать стараюсь не наезжать на этот откос так ладно сейчас доедем до этой штучки крючки пойдем в магазин будем искать потому что надо купить потому что если я не поставлю эти болты вот эти ремни точно до до базы не выдержат они порвутся это как бы не дело чуть не пролетел автоколонна 1269 здесь выбор большой заедем там вот магазины три штуки по-моему сейчас деньги тут там встанем сбегаем ну автобус да езжай езжай видишь сзади тебя автобус спасибо 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 огромное спасибо просто вот он тормозил автобус затормозит не затормозит хрен его знает таких ситуациях можно как бы сказать попасть поэтому лучше обезопасить себя так что-то он так встал а мне как встать чтобы никому не мешать попробую так встать в прошлый раз я так вставал тоже сюда что-то заезжал так ну чё пошли сейчас будем бегать так болты болты где ты ее видел где болты 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 вот ключи еще расколы видишь на 10 это же хорошие ключи да на дыму что-то правильно нет 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 вот это ремень так ремень да а где болты ты блэх моха короче спросить много где бегать можно это не подскажется где у вас болты посмотрю 150 на 12 150 на 12 не надо 4 не вижу 16 на 80 стучу 150 на 12 м16 они подскажете 1 м этаж диаметр да а все так 12 10 10 10 10 а вот 12 а вторая цифра длина до 2 это шаг резьбы а шаг резьбы все вижу 150 180 120 рублей вот такой надо какой диаметр 20 тут по крайней ребята купил короче два болта где-то нибудь там бы расцепиться разрешать не разрешат ну вот полчаса делов я в общем купил подписчик оказывается есть вот магазин трак д.в. трак дальний восток вот синенький календарик и смотрите камазик вот контакт источено на паузу нажмете кому надо сайт трак д.в.ру телефоны видно да короче сейчас дима будешь смотреть тебе огромное спасибо неожиданно у меня в ответ к сожалению ничего нету подарить кружки блин дома в уфе остались смотрите мне сейчас кружку подарили ой вообще я просто аж прям опешил вот такая вот рак дальний восток камазик короче спросил огромнейший магазин огромнейший магазин специализируется на наших автомобилях урал и камазы газы и уазы в общем то три зала огромных там прям запчастей чё хочешь говорит даже говорит запада заказывать запчасти так вот и короче прям там чё хочешь можно все найти так что рекомендую адрес то есть такое здесь а тут адреса нет она автоколонна чё там какой номер был то я думаю тут все местные знают спасибо дим огромное огромное от души спасибо поеду сейчас сделать машину сейчас посмотрим там может быть сейчас подъеду блин надо было сбегать конечно туда ехать потому что ладно что их не выгонят меня отсюда не будешь нас где-нибудь расцепиться встать или поедем отсюда после мойки наверное потому что здесь по моему нету места куда встать а там все занято зараза 2 с на мойку дима огромное еще раз спасибо привет огромны тебе неожиданно сожалению у меня в ответ подарить ну его вообще ничего не так что магазину респект классный магазин я вот постоянно сюда если что-то случается я вот только сюда еду потому что как бы тут и выбор большой еще хочешь взять но в основном это дано на наши машины камазы урал и газы уазы ну и на марке тоже там есть конечно что же там азик тоже заворачивать налево конечно сейчас повернуть будет сложного да так ладно сейчас едем на мойку боимся на чтоб очередь не было вообще замечательно короче ребята тут засада в плане power сроком говорит три часа камазы моются поэтому я ждать не буду горд если хорошо если к вечеру помоют вас тогда нет тогда смысла нет три камаза скане еще я поэтому поезу для на тут проехать по мой мой тут такой выехать кружевый пути ну чё ж поеду грязно чё делать-то блин дружище это хвост торчит так число на выехать отсюда все тогда поедем на выезд искать площадку и ставить идти медицинский выигрыш точно а так что пытаешься ты поехали америка так ну что покидаем хабаровск хабаровчанам привет огромный спасибо за кружку так ну что у нас все замерзла посмотрите да все стало прямо все замерзла ох какой отсюда вида снимается да так ну что ищем площадку площадку по улице минус семнадцать здесь сейчас с города выйдем там еще похолоднее и одеваемся потеплее расцепляемся будем ремонтировать ну все поехали там есть роснефть там я видел стоянка есть сейчас попробуем туда заехать если место будет по идее вместо вода уже все разъехались наверно там найдем вместо встанем ремонтироваться что вроде есть как раз еще сделано пойдем покушаем куда мне встать куда мне встать куда мне встать так дальше посмотрим надо с чем-нибудь выберем наши на монтаж по людям так ребят ну все левку пока поставил на старт стоп не тарахтела по духу так ну чё осматриваем смотрите видите вот закрыта вот видите болтик торчит вот сломаны сейчас его достать надо она держится на четырех болтах и соответственно вот эти два задних не выдерживают ведь это целое ведь это целое то есть прикол бы собищу эти сломались так как видите крышка треснула сломалась я сюда картонку подложил вырезал и сверху закрыл и положил еще ну и крышка закрыл видите но все треснула чтобы но меньше продувал а вот так ну все тогда сейчас я скрываю короче вот видно обломала в общем надо доставать аккумулятор малой кровью не получилось хотя ну А зачем я? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ключ оказывается Субтитры создавал DimaTorzok Вот это я в прошлый раз клемму не смог снять Так крепко ее заколотили Сейчас похоже я замучаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, поможешь, а? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может это всего дорого По направлению экономической дороги Да, не делается режим Там тоненькая стекла Ещё найду savoir Дародаж как он нашел этот обрыв? от датчика получается буквально два пальца проводов целенький, все вообще никаких из самых а внутри весь сломался все и мозги делал все и мотор в ошибку 20 км в час вот смотри сделали вот у нас в наших условиях вот нахрена вот такие дырки делать чтобы туда грязь слетала вообще его зачем сюда поставить через всю машину все вот эти клеммы это тоже не айс так ты смотри какие дырки бляха-муха ты слышишь сюда что-нибудь положили еще чуть-чуть положили резинками я думал это блестяшку купить и прям сверху на нее чтоб она вот так бил все да потому что он засирает все аккумуляторы клеммы сняются это для европы еще нормально чтоб вентилировать там же жарко наоборот и тут как бы вентиляция идет а у нас тут? у нас тоже жарко бывает что что ты готов? пойдем? все все спасибо давай так как сейчас теперь этот болт засунуть что это было? а вижу ну ну блин я вам что геракл что? о давай 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 улазь блядь сука ну третьей руки не хватает чтобы запихнуть сука так ладно да да болел все все поставил болты этот этот зараза прокручивается блин у нее нету головки чтобы застопорить с этой стороны блин вот вот как подлезть чтобы его застопорить зараза он прокручивается тот то нормально а этот прокручивается черт что делать? что делать? ну все ребята поставил я ребята вот питерские дали головку слава богу спасибо им так ну чё ага болтается я мое все собираем аккумуляторы аккумуляторы ставим и ничего идем кушать один кстати все-таки оторвало все его хода так у нас остался один тогда целый но он тоже уже а он тоже уже все надорванный болен болен так он тоже надорванный и эти болты верить им нельзя сейчас попробую связать как-то может быть вот она рвется тут уже тоже надорвана ой блин короче я думаю как сделать вот это нафиг отрезать и прям в дырочку просунуть и узлом завязать и так же вот а толку от нее сейчас конечно болты будут держать а это поддерживать но все равно чтобы уже не мается сразу сделать да потому что крючка то здесь уже не будет все сюда куда-нибудь привяжу это ребята крындец смотрите сейчас затягивала она оказывается этот от вибрации лечу просто открутилась ну что у нас так делают то херово а я извините короче все открутилась просто вот я вам затягиваю смотрю она у меня главное думаю ну ладно эту повешу смотрите тут тоже самое кто ее твою мать дивизию а ну что ж такое то сейчас надо гайку это найти она видать от вибрации открутилась ну как такое может быть а ладно сейчас пойду в автомагазин сказали есть там в общем купил новый болт не знаю сколько он выдержит стянул болты стоят тоже стянуто заводил машину все нормально так ну что цепляемся темнеть начнем так ну все ребята выезжаю 4 часа уже я здесь знаю даже сколько по времени я потерял даже чуть не засекал часа два точно 3 в общем надеюсь я до базы доеду буду посматривать но уже сейчас более-менее спокойно по крайней мере бочки вот эти которые сейчас будут предстоят более-менее пройдем так потому что считаю ну сколько трассата выдержали не так много считаясь черношевская скорее всего добил уже между хабаровском и владивостоком там тоже ямки такие нормальные вот покидаем хабаровск хабаровский район наверное так можно сказать как правильно так и прижмемся пропустим давайте давайте не за что не за что ребята да давай молодцы не за что так ой на маялся я ну что сейчас бы до этого дойти до у коляна там наверное и встану с ночевкой куда ехать сейчас пока доеду до туда 200 километров уже и будет время ну посмотрим как по состоянию вроде как бодрячок выспался сегодня может дальше где нибудь а где там дальше у нас после Миробиджана то тоже особо там и не разгонишься так в плане стоянок ну что ж вот Миробиджан на солнце уже садится местного 6 вечера считай пока душ туда-сюда пока приберусь к кабине ну в общем это будет еще часа два уже восемь и сейчас смысл там дальше стоянок то не будет ну они они есть но что то я вот не помню там я только вот Новобурейский был а ну до Новобурейский там есть небольшая стояночка ну окей ну в принципе пятьсот тридцать пройдем на сегодня с учетом ремонтов туда-сюда нормально так что наверное сейчас здесь будем вставать пойдем мыться бриться чистые оденусь вот и отдыхать будем сейчас сейчас уже буквально полчаса уже и стемнеет так что завтра уже со свежими силами выдвигаемся топливо я открыл заправки 320 до 300 км нормально так что вот так что будем вставать и отдыхать доброе утро доброе морозное 28 короче ночь у меня пищалка же моя вот это будет вот это вот пожалуйста это пять утра что ли ё-моё подрываюсь а я что-то вообще ее поставил на минимум не на минимум где-то 22 по-моему поставил все она у меня дала обещать я подрываюсь заводить смотрю температура это огромная повернее ну холодно и у меня знаете этот аккумулятор так заводилась то есть но я поставил то на двигатель то есть вот так и в последний момент грунно развивать я думаю слава богу это думаю сейчас бегать с проводами в пять утра короче тут машин ты нету на этой стоянке слава богу что завелась вот через бегал позавтракал пусть попил просто видите тут слева же этот подсоединить провода то можно а слева здесь вот бетонные блоки бывшая заправка так что вот ладно так что вот ладно трогаемся с богом вот я опять спать лег так короче уже с включенным двигателем спал ну что выезжаем потихонечку сейчас у нас на заправку едем ну что выезжаем потихонечку едем на заправку заправляемся в обурейский ну и поедем блин не показал здание где стоянка-то была ладно ладно душ вчера ходил в это место душ не очень а вот кухня неплохая вкусно готовит это перед у коляна первая стоянка с правой стороны вот это вот это вот это overseя одно первая вот это ну и морозовщик поделать Полторы порции взял Получается пельмени Сверху сыр А грибы И потом сверху еще сыром Ну что ж, потихоньку продвигаемся 226 утра пройдено Расход просто конский Я уже не смотрю на этот расход Сейчас у нас Так, у нас сейчас снова Бурейский Заправляемся И выдвигаемся дальше Я уже забил, конечно, на дне Вера 760 Посмотрим Дойдем сегодня до тут Или нет Это практически плещенку Надо будет сегодня сделать Но было бы здорово Потому что бы тогда завтра С утречка бы я проехал Эти 700 километров И сейчас Ну с этим Прискоками До Чернышевска Полегче было бы Там как раз можно За день Светлое время пройти Успеть Это у нас уже Амурская область Дорога хорошая Чистая В плане снега Нету Гололёда Спокойно катим Сейчас надо будет остановиться Посмотреть Как там аккумуляторная корзина поживает Ну уже на заправке остановлюсь Посмотрю Ну а так в целом нормально Сейчас общался С водителем С автомаги И птички Блин Что-то сбил У них короче оплата 8 7,57 Я говорю Уже зарплата не конкурент А ну он говорит Сейчас водители Говорят поувольнялись Причем говорит Нормально же Говорят водители Поувольнялись Не алкаши Ничего Которые за машинами следят Нормальные Говорят мужики А говорит Сейчас обратно Их позови Попробуй А директора нету Как раз он что-то говорит Где-то в Европе Попает В эти Тягачи Или не в Европе Ну где-то там короче Может Гиртэка говорит Развалилась Скорее всего Из-за санкций Работа не стала Поэтому И развалилась Компания Обанкротилась Так что вот Ну говорит Сейчас ждем Директора Разговаривать Чтобы поднимали Зарплату Ну говорит То что вот мне нравится То что Котлет говорит Работает То что Машина закреплена За мной Никто на ней Не работает Я говорю А сколько можешь отдыхать Ну месяц могу Говорю Нормально Так вот Два-три месяца работаю Недельки Две-три Иду отдыхать Я ее закрыл И все На базе поставил Спокойно иду Здорово Здорово В машине Привыкаешь Что-то протираю Я этот Монитор Этой жидкостью Для стекол Что-то она хреново чистит Потому что она уже Средство для Чисто Какое-то Надо Другую Наверное Поменять Что-то Плохо Чистит На этом А вот Здесь я Ночевал я Сколько раз Здесь теплее Кстати Вот на этой стоянке Она на пригорке Находится Здесь Если допустим Сорокетку То здесь Потеплее Здесь градусов 30 Может быть Так Ну что У нас скоро Уже Заправка Будет Едем Позже Включимся Тогда Сейчас Заправка Уже Полтысячи Пройдено И до Небера Мне показывает Еще Полтысячи Ё-моё Деда Уже Конфетки Достал Нашел У себя В холодильнике Жую В сон Клонит Не могу Прямо Надо Может Думаю Сон Час Сделать Остановиться Сон Час Да Наверное Так и сделаю А то Я не могу Уже Что-то В сон Прям Клонят Перерывчик Сделать Минут На 40 Час Легкий Снежок Вроде Как Идет Непонятно То ли идет То ли не идет Вестами Идем Дорога Пока Хорошая 82 Поставил На круизе И шагаем Уже ближе к ниверу Там начнется Прыг Скоки Начнется Пока еще Хорошо Опа Ну местами Такая здесь Погода Ой Природа Поля Поля Леса Местами Сопки Появляются В общем Едем Подумал я С сестрой Списался Она оказывается В Улан-Удэ Поэтому Скорее всего Я заеду В Улан-Удэ Переночую Постираюсь Вот В баньку схожу Отдохну немножко И поеду Ну ими Переночую И на следующий день Поеду Такой план действий По крайней мере Пока Что здоровье будет Срок далее Нормальный Поэтому Время еще Прилично Так что вот Едем Ладно Сейчас Где-нибудь Будет парковка Наверное Все-таки Я остановлюсь Получасик Отчастки Морной Добрейшее утро 6.20 утра Я снова На хуторке Короче Я вчера остановился Стал дальше ехать Сходил позавтракал Умылся Зубы Зубы почистил Здесь Куторки Цены Конечно Дикие Я бы тут Посоветовал Брать Порционно Там у него Грамма Большинство Ну а где Граммы Там Дорого Поэтому Аккуратно Здесь Нарок Я вчера Взял Котлету Макароны Все И Момпот Беляш Нормально А все Остальное У них Граммах Минус 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 24, не так холодно. Натя откуда нарисовался. Подожди, я куда веду, что направо же. Минус 24, не так холодно. Сейчас потихонечку проедем пару километров. Все разогреется. Тем более, сзади никого нет, не мешаем никому. Что случилось? Что случилось? Подняться что ли не может или что? Проблема. Вроде небольшой подъем. У него колесо не оттормозилось. Смотрите. Колодки не разжались. Смотрите. Я еще со стоянки выезжал, обратил внимание. Смотрю, след остался. Скорее всего, он и встал на него, чтобы уже бахнуло так быстро. С колесами, да, тут, блин, сейчас попадало. Ё-моё. Да. Да, она у него не растормозилась, по-моему. След такой. Хорошо. Хорошо. проезжаю. Что случилось? Ах, а ты там сзади? Сзади вот стоял, строжился. Давай, поехали. Да у меня, блядь, на линьевом колесо заклинило, въебало, нахуй. А я только вот, дружище, со стоянки выезжал, смотрю, след остался от колеса. Думаю, сейчас, этот, что-то будет, видишь же, блядь, Нихера себе, ты сколько, километр проехал? Ну да, хули, резина новая была. А что, она у тебя не растормозилась? Походу, да, блядь, правая нормальная, левая, блядь, заклинило. Да-да, вот я и на левую эту сторону обратил внимание. Ну вот, я про что и говорю. А что, ты его поднял, линейный вес или что, паха? А да, я поднял, хули, у меня веса там 12 тонн, блядь. Едем, да? Ты где там, далеко? Не-не, едет сзади. Что, вы, парни, быстро пойдете? Я где-то в 80, тогда, если что, обгоню вас. Не, ну по вырову пойдем, чтобы быстрее. Ну ладно, потом обойдете. Это хорошо, что на ленивце. Ленивец, считай, поднял. Нормально. А такие вот, блядь, муха. Серега, Марс, что, поехали? У меня на ленивом левое колесо въебало. Ну давай, сейчас остановимся, выйдем по нему. Это они толпы, что ли, едут, что ли? Так что, вот такие бывают. А я еще, главное, выезжаю в состояние, смотрю, след остался от этого, от колеса. Ну то есть, как бы это ненормально, видно сразу. И буквально километр. Ну сами все слышали. Ну тут, я не знаю, тут... Желательно, конечно, проверять. Ну а как ты, вот, будучи один, как бы едешь, да, и как ты в темноте. Ладно, днем я там, днем-то, когда вот выезжаю, я заламываюсь, я смотрю. Ну, по крайней мере, левую сторону я смотрю, то есть, крутится, не крутится. Правую, ну, хрен знает, как увидеть. Это надо бутылки вешать. Посмотреть, крутится, не крутится. Хрен знает. Ребят, кто опытный, подскажите, как вот заметить вовремя вот такую ситуацию. В темноте утром, да, вот когда темно, сами видите, ни хрена не видно. Один, когда ты и сладок с напарником едешь, попросил его, чтобы он глянул. Но тоже не всегда же это. Да никак. Я вот съеду, рассуждаю, никак. Это тут повезет, не повезет, короче. Так можно рассуждать. И второй вопрос, а какого хрена она мне, этот, клинанула? Из-за чего? Тоже вопрос. Вот. Если бы я за ними следом поехал бы, я бы сразу сказал, я бы езжал позже. Они уже стояли. Я бы крикнул в аппарации. Ребята, что-то сказал бы, что что-то с колесами там, проверьте левую сторону. Но так как я позже выезжал, и уже это случилось, то есть, как бы, тут тоже. В общем, тут никак, ну, я так рассуждаю, по крайней мере. Либо эти бутылки ставят, которые видно из зеркала, что они крутятся. Но в темноте ты тоже, как ты увидишь, крутятся они, не крутятся. Ладно. Так. Выдвинулись. Добрый путь. Что у нас сегодня? Ну, Невер. Далее, что там? Ерофей Палыч. Что у нас потом? Ну, желательно, конечно, до 4. Но так как я остановился, не доехал с Невера. Сколько там оставалось? 300, да, по-моему? Или 200. То есть, сегодня будет сложновато. Ну, посмотрим. В общем, не будем загадывать. Еще неизвестно, дорога какая. Что-то я по прогнозу смотрел. Интернет то ли плохой, то ли что. Не смог я глянуть прогнозы. Что меня ожидает сегодня? Ну, вчера ветер был. Сегодня вроде как поспокойнее, малеха. Я не вижу. Поземки нету. И это хорошо пока радует. Ну, все, тогда поехали в добрый путь. Всем приятного проспорта. Доброе утро еще пока. Пройдено 274 километра. Сейчас сюда заедем. Тут кафешка, короче, на ремонте. Это 15 февраля, по крайней мере, объявление было, когда я ехал на Владик. Сейчас сбегаем в одно место. Поедем дальше. Кто, я зашел на стоянку в канал? Подскажи обстановку, мы что там на невере на посту. Я с Владиком иду. Да, все, понял. Извиняйся. Хорошо, нет? Давай, давай, взаимно. Спросил по поводу поста. Поста. Я ему ответил, что я иду с другой стороны. Откуда и он. Сейчас быстренько сбегаем. Все дела сделаем и поедем дальше. И все. И let's go дальше. Все, мне надо бы по максимуму пробежать прямо-прямо за светло время, я имею в виду. Чтобы было примерно вот так встали. Все равно ненадолго. Так, ну, ребят, ну все, продолжаем дальше. Поворот на тынду, на Якутию. Тында 162 и там дальше уже Якутия. Тихо, он как встал. Удяло, перекрыл всю дорогу. Вот там у нас, ну не сразу Якутия, там Амурская область сначала идет. Вот. До тынды. И уже за тындой уже Якутия. А я успею? Или ты направо поворачиваешься? А ты направо поворачиваешься. Канаду. И вот там Невер, пять километров. Все. Сейчас у нас еще до границы более-менее за Байкарским краем. А потом там начнутся наши горячо любимые прыг-скоки. Я вот тут уже один прыг-скок-то пропустил. У меня тут перестановка случилась в кабине. Все с пола повылетало. Отсюда повылетало. Ну, короче, тихо, тихо, тихо. Да, 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 успеваем. Нету никого стрички. Наши горячо любимые прыг-скоки. Так, что-то 929. Сковородка 20. Но, как говорится, нужно все равно быть начеку. Потому как проверял аккумулятор. Сейчас нормально. Болты целые. Коробка в нужном положении. Ну, аккумуляторно, я имею в виду. Движемся накатом. Сейчас у нас, по-моему, спуск поклеенный. Ну, все, в принципе, все в рабочем режиме. Пока асфальт еще твут. Не пока, а дай бог прямо, чтобы он чистый был. Нам гололеда не нужно. Ну, все тогда. Доброй дорожки. Вам приятного просмотра. Мы поехали дальше. Вернее, я поехал дальше работать. Ну, а вам приятного просмотра. Так, так, так. У меня разогнался. Давай-ка, ну, чуть-чуть перничка от ключика. Потому что я там вижу желтый знак о том, что прыг-скок идет. Вот он, дорогой наш. Где он там? Сколько? 70, да? Или 50? Ну, вот если 70, то еще нормально. А вот 50 надо притормаживать. Ну, 50 горит. 50. Ну, тут, по-моему, они такие еще лайтовые. То есть, как бы, предупреждают, но на самом деле нормально. Да, вот он здесь такой вот. Ну, как, относительно, конечно. Не пойдет, это еще нормально. Так что, поехали. Поехали. Добрый путь. Позже включимся. Где-нибудь там включимся. Потихоньку продвигаемся. Что я, получается, на этом, как бы, Ерофее останавливался, поспал. Вот. И дальше на счетчик сбросился. Вот сейчас. Что там, 400, чем-то прошло. Сейчас 180. Ну, 600, где-то уже пройдено. Вот. Сегодня хотя бы до Чернышевского, чтобы дойти. Но, сейчас темнеет скоро. Будет сложнее идти. Так что, Влад. Все нормально. Все в рабочем режиме. Прокоскоке. Проходим потихонечку. Вроде не так сильно поймал. Парочка была, конечно. Пропустил. Ну, тут ничего не поделать. Ну, ладно. Едем. Короче, сейчас вот ребята спускались. Спросили про погоду. Я говорю, да нормально погода там. Тепло. Ну, как? 24. Вот ночевали, что там 25. Говорит, на маяке останавливать. Чернышевские. За 46 будет. 46 как бы. Ну, многовато. Не хочу я. Поэтому, наверное, сейчас мы доедем до Маяка. И там, если не место будет, идем. Встанем. И будем ночевать. Скорее всего там. Такой план есть. Потому что до Чернышевска 147. Еще от Чернышевска до 4300. 300, да. Сюда я не осилю. Ну, там по идее за Чернышевск уехать, там подняться на гору. Там-то потеплее будет. И там стоянка маленькая есть. И можно на маяке тормознуться. Ну, 46 там многовато, конечно. Но его в бане. Вот. Я-то думал в Чернышевске тормознуться. Но там есть вот такая была температура. Не поедем туда. Сейчас посмотрим. Так, ребят. Ну, все. Я встал прямо на выезде. То есть мы тут... Ну, тут все встают вот так в ряд. Одну полосу оставляют. Вот. Почему? Потому что там набиваются так, что если рано утром планируем, что-то там тяжело выехать. Заставят тебя. Вот. Поэтому кто хочет рано с обычным здесь встают. То есть, место есть на маяке имеется в виду. Ну, все. Жду, когда кто-нибудь передо мной встанет, чтобы не сильно меня заблокировать впереди. Я вам подскажу, если что можно было выехать. Ну, тут зараза небольшой подъемчик идет. Но за счет того, что холодно, да, 33 градуса. Это, по идее, нужно выразить так, чтобы я отсюда тронусь нормально. Как-то так, в общем. Ладно, все. Я еще рано утром просыпаюсь. Часа в 3-4. И выдвигаюсь. Сейчас как раз в 8 вечера. Сейчас схожу покушаю. Ну, дождусь, когда кто-нибудь встанет передо мной. Схожу покушаю до байники. Все. В общем, сковородка свинина с картошкой. Три хлеба. Компот. 430 рублей. Вот это 380. Ну, все, кушаю, да спать вожусь. Приятного аппетита. В общем, ребята, решил поспать, но сон ушел. На маяке. В общем, поехал дальше. Сейчас спросим. Сейчас спросим. Тут же еще не подскажешь. Чернышевский. Не посмотрел, сколько градусов было? Смотрел, смотрел, 33 было. Все, понял, спасибо. Я вот с маяка выехал. Там 37 было. Да-да-да-да. Вот. И решил поехать дальше. Сейчас посмотрим. 70 километров осталось. Поедем оттуда. Там уже посмотрим. Там либо встанем, либо дальше еще проедем. Там, потому что Чернышевского как бы в котловане находится. И холод туда спускается. А мы, короче, поднимемся вверх и там где-нибудь. Видел я там пару стоянок. В общем, там попробуем встать. Там должно быть потеплее. Вот. Что-то еще хотел сказать. А, я же знаю, что вот меня на легковых смотрят много. Кто в дальнобой-то не ездит. Я вот хотел вот сказать, ребята, вот многие, я замечаю, не выключаю дальний, когда вот на подъем идем уже, да. Я поднимаюсь на подъем. И с той стороны тоже навстречу идет на подъем. Легковая. И вот не выключаю дальний до того, пока не увидят свет фар. Но я хотел объяснить-то. Мы сидим гораздо выше. Мы на 2 метра, условно, сидим выше этих фар. То есть и вот сидим и ждем, пока вот выключится. Да. А я-то фары-то мои еще не видны. Но при этом... Но вот дальний свет я уже, то есть, от встречки уже ловлю. Поэтому, если вот увидели... Хотел что попросить, если увидели на крыше уже, ну, вот эти маленькие огоньки, то выключайте сразу свет и ждите, пока появятся сами фары. К тому, как нас это слепит. Жалко, нету люстры, наверное, на крыше. Я бы в таких моментах... Врубаешь люстру, там сразу же понимаешь, что надо выключать дальний. Вот. А так сидишь, ждешь, пока он до него этот... Дойдет до встречки. Так что вот, вот такой вот нюанс работы в ночное время. Частенько, частенько. Особенно здесь, на переводе, когда вот подъем и спуски. Долго люди, пока фары не увидят, не выключают дальний. А я-то выше сижу, я уже вижу эти дальние. И он слепит. Так что вот, ладно. Едем дальше, работаем. Решил дальше поехать. Холодно, во-первых, на маяке 37. Попытался машину заглушить, но... Ну, так как здесь у нас подогрев двигателя есть, у меня буквально на таком... Так, ну, как и предполагалось, в Чернышевске не теплее. Минус 37... Ну, было 38. Поэтому я пока еще в силах. Мы едем дальше. Будем подниматься на гору. Вот. Вот. Может, ролик этот назвать в поисках теплого места? Хе-хе-хе. Буквально осталось вот сегодня, а завтра уже... В Улан-Удэ, наверное, будет потеплее. В Иркутске еще теплее, короче. В Красноярске еще теплее. Хотя нет, в Красноярске тоже бывает. Здесь тоже холодно. Поэтому продвигаемся дальше. Вроде стерпимо. Пройдено где-то 900. 470 после сброса. Там было 400 с копейками. 900, наверное, где-то так. Доброе утро. Только-только со стоянки выехал. Сами видите. Под утро что-то похолодало здесь тоже. Где-то в 5, по-моему, что ли. Или в 6, я уже не помню. В 5, по-моему. В 5, по-моему. Короче, я сам проснулся. И смотрю уже аккумуляторы вообще. То есть, думаю, не надо завести. Кое-как машина завелась. Понятное дело, это подогрев двигателя. Если бы не было его, я бы не смог бы завести. Машину. В общем, мне кажется, ниже 30 уже глушить не надо. Но с ПЖД я имею ввиду с этим, с подогревом. Без подогрева-то уже ниже, там, я не знаю, 20, наверное, уже. Ну, как бы опасно. Я знаю. Столько людей, столько мнения с подогревом двигателя. Ну, вот сейчас вот сколько я заводил, было 30... 36 градусов, когда заводил. А сколько я сюда приехал, я не помню по времени. Вставал-то на стоянку. Часа четыре точно я поспал. Так что... Часа четыре точно стояла машина незавиденная. Ну, вот завелась как бы. Тебе-тебе. Такой вот рассвет здесь. За Байкальском. Уже рассвело. Минус сорок. Может быть и ниже. Кто его знает. Холодно, холодно чувствуется, да. Машина прям аж что-то как тяжело идет. Все разогнаться не может. Так что... Ребята, аллилуйя! Я добрался до цивилизации. Чита у нас. Сейчас зайдем в магаз. Надо воды купить. Что-нибудь посмотреть. Интересно. Сейчас вот сюда, где замок. Я туда ни разу не заходил. Мне там подсказали, что можно встать. О, блин! А я все время мимо проезжал, потому что знал, где встать можно. Чите 29. Так, свежо тоже. Что-то как-то вот здесь вот. Вот сюда хочу зайти. Смоленская Слобода. Попробую. Посмотрите, какая здесь красота, да. А тут такая равнина идет, а вдали вот такие горы идут. Прямо гряда гор по всей протяженности. Красота. Вон там вдали. Внизу речка идет. Красота. Нравится мне эти места. Вот именно между Читой и Улан-Удэ. Красиво здесь. Ну тут, как говорится, на любителя кому-то и другие пейзажи нравятся. Естественно. Но мне вот такие вот импонируют. Здорово, здорово. Еду, наслаждаюсь. Ладно. Так, осталось у нас до кафешки 58 километров. Сейчас минут за 10 позвоню, закажу 6 бус, чтобы они поставили. И как раз 20 минут они варятся, пока доеду туда-сюда, оплачу и уже будут готовы. Будем кушать, обедать. Обалдеть, там горы, конечно, вообще их там много. Ладно, и как видите, снега вообще нету. Земля голая. Так, ну что, доезжаем до кафешки. Что у нас? Я сейчас посмотрел, сколько. 965-й, если кому вдруг интересно. 966-й, сзади было сейчас 965-й. Оттуда же, да, у нас растет же. 423 у нас пройдено. Хилок 173, Иркутск 956. Ох ты, что-то народу-то много. Ага. Снега вообще нет. Вообще. Ну вот чуть-чуть есть в крае. Вот так. Ну что, раз снег был сейчас, что-то растаял. Вот тут какие ямки, ямки, ямки. О-хо, смотрите сколько мерсов. Что там, БМВ, да? Ага, и БМВ. Убомеренно. Причем, такие нормальные джельки. Достаточно, чтобы меня потом выпустили. Ну все, шесть бус, хлеб, шей. Все просто. Ха-ха-ха. Никого нету, кстати. Все разъехались. Все, приятного аппетита. Где у нас спуск? Короче, там что-то пирзовозы встали. В подъеме. До встречи могут обходить. Поэтому сильно не отпускаем машины. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Свидетель, он стоит сходить. ИТЭКа, за тобой кто-нибудь шел? А тут и тут еще. Понятно. На повороте прямо. Скамея белая пройдет, иди чисто пока. Зимой, ребята. Скамеечка белая, за тобой никого не было? Никого не видать, поехали. Все, поехали. Без завозика сломались. Пока чистенько. Да-да, прошли, спасибо. Так, до Улан-Удэ осталось 400. 557 пройдено. Позже. Позже, наверное. Позже, наверное. Посмотрим, может быть, поближе к Улан-Удэ, где-нибудь там стану. Позже. У нас всех уже предупредили, наверное. Спускаемся. Мы остановились на спуске, потому что ребята на подъем шли. Ну, это и по правилам так, что пропускаем, кто на подъем идет. Не знаю, предупредили. Ребята, у вас сейчас там на подъеме бензовозы стоят повнимательнее. Принял, спасибо. Ну, я думаю, они услышали, потому что рядом ехали. Так, ну все, спустились. Идем дальше. Идем в горах. Спуски, подъемы начались. Все нормально пока так, вот в рабочем режиме. Спать охота. Что-то у меня эта ночь вообще как бы толком ты не спал из-за этого мороза. Вот, и спать охота. Так что... Короче, пройду сегодня столько, сколько пройду. Загадывать не буду. Только вот где останавливаться там. После хилка там долго помогу, ничего не будет. Ладно, что-нибудь да найдем. Короче, я тут что-то задумался и... Ну, крутой подъем, там тещин язык, вот после него вот уже есть вот такой. И чуть не встал. Зараза. Поднимаемся на подъем. Шлифуем. Надо было вовремя переключиться. Я что-то такое на Рославоне подымаюсь. А тут под конец-то не чищено. Надо было на механику переключиться. А я, в общем... Ну, сам виноват. Ну, ничего. Слава Богу, мы остановились. Продолжаем подниматься потихонечку. Вот. И сейчас у нас крутой спуск будет. Прямо длинный, 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 длинный. Я вот когда во Владик ехал, тоже там в конце чуть не встал. Там вовремя я хоть среагировал. Ну и тогда-то у меня на ось нормально было. Сейчас-то не очень меня давит. Что-то кто-то стоит. Расцепился даже. Ничего себе. Ну что ж. И предстоит нам запуск. Прямо такой нормальный. Сильно машину не будем отпускать. Легкаушка даже вон тормозит. Потихонечку. Потому что, когда я поднимался, здесь нечищено было. Возьмем. Ага сейчас там подчинку, под боковинку возьмем. 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 Включил. спускаемся на седьмой в общем нормально спускаемся вроде не скользко корняк ведущего с ним проскальзывается нормально сейчас потихонечку спустимся все я что-то посмотрел до улана где 200 сейчас петровск забайкальский там где-нибудь станем там интернет есть и будем отдыхать но завтра поедем лану д сестре заеду и стираюсь ой извиняюсь короче заправка умнее трозы байкальский короче тут станет пару раз ночевал вроде нормально и вот стал занял мое место ну ладно мы за ним встанем как бы заправка никому не мешаем бесплатно так ну вроде нормально ну все у нас осталось до иркутска 4 до екатеринбурга 4 100 все отдыхаем вам приятного просмотра дальше завтра продолжим поездку все до завтра а